Господин Пятрос, вот буквально последний вопрос хотелось бы с вами обсудить. Собственно, сейчас, когда в Украине идет война против России, мы видим, что в Евросоюзе не совсем такое одностайное решение принимается. Вот заметно, что есть и российские агенты, спящие, да, как вы говорили, и есть, и они там находятся, блокируют там и пакеты санкций и тому подобное. Собственно, вопрос полагает в том, что как вы думаете, как может измениться вообще вот эта архитектура безопасности в Европе, и как вот на политическом уровне потом смогут все-таки сотрудничать страны между собой? Знаете, вся эта архитектура или все наши отношения или принципы изменятся только после того, как будут сделаны определенные выводы? Это уже началось, я могу вас уверить в этом, но не все, наверное, страны еще и не все политики поняли до конца, с каким агрессором, с какой, я бы сказал бы, отсталой в политическом плане и экономическом плане страной мы сталкиваемся, то есть Россией. Да, то, что такие зомбированные люди, живущие в такой нищете и имеющие такое представление о современном мире, такая концентрация таких людей в самой большой стране мира, это, наверное, открытие для многих. Но я все-таки еще чувствую, что некоторые стараются это как бы опровергать, не согласиться с этим, они думают, что это, знаете, только частичное, может быть, такое вот выражение или действие, которое создалось по каким-то причинам. Но не могут позволить себе сделать вывод, что мы имеем, в принципе, дело с варварской страной. И пока определенные политики еще говорят, что не надо унижать тут Россию и так далее, когда она себя унижает и угрожает всему миру, вот видите, пока мы слышим такие высказывания, мы понимаем, наверное, что говорить, что мы правильно понимаем в Европе то, что происходит сейчас, я не могу вам. Но это произойдет. Раньше или поздно это произойдет, это неизбежно. И тогда будет уже строиться новая система и отношения с той стороной, и правильное решение будет приниматься на нашей стороне, какие мы должны сделать из этого вывода и как мы должны организовать себя. Поэтому в этом плане я являюсь оптимистом. Я думаю, что мы сделаем правильное решение. И теперь они принимаются уже правильные решения. Кстати, сегодня, вчера мы голосовали по поводу хорошей резолюции, то есть по резолюции, описывающей политику безопасности и обороны с странами Восточного партнерства. И там вы найдете уже некоторые определенно новые конструкции, которые, я думаю, будут доминировать в будущем. Так что я осторожно оптимист, но думаю, это неизбежно и так произойдет.